А что есть вот эти самые KPI, вот эта англоязычная аббревиатура, которая нас мучает? Приходишь на работу, нам говорят, так, я отучился на MBA, директор говорит, у нас новые KPI, сейчас я вас всех осчастливлю. Да как KPI-то по-русски это что такое? Показатель эффективности, то есть некий индикатор, по которому мы будем замерять, хорошо работает сотрудника, дел, компания или не очень. Как правило, к этим индикаторам привязывается та самая переменная часть вознаграждения. На мой взгляд, на выбор KPI стратегически влияют, влияет вот первый момент и самый главный, этап жизненного цикла вашей компании. Для крупной компании это будут одни KPI, для мелкого бизнеса это будут другие, для холдинга это будет одно, для нехолдинговой компании это будет второе, для промышленного предприятия это будет что-то свое, для розничного мелкого бизнеса это будет что-то вот свое индивидуальное. А у нас как все, всех под одну гребенку. На MBA сказали, рентабельность активов это KPI, сейчас мы тут всем продажникам впаяем рентабельность активов или там выручку. А почему, если мы на начальных этапах развития, нам сначала, ой, не столько там вот о выручке надо думать, нам сначала надо обосновать вот те какие-то затраты, с которыми мы в рынок входим. Нам надо грамотного бухгалтера или налоговика, который нам грамотно скажет, на какую систему налогообложения нам сесть, какую систему ведения бизнеса нам выбрать. Брать нам сразу же средства основные в аренду или нам взять эти основные средства и приобрести. У меня две подруги близкие открывали салон красоты, они в убытках сидят вот так вот просто. Я объясню почему. Они когда открывались, я им сто раз было говорено, выберите модель ведения бизнеса, подумайте какая система налогообложения, подумайте как там что сделаете. Да-да, подумали, значит, что-то посчитали. Вот, значит, взяли сотрудников, вот там какие-то KPI им назначили и сидим. Сидим, денег нет, прибыли нет, денежного потока нет. Звонят, говорят, что-то не идет бизнес. Ну, давайте будем смотреть, значит, что там у нас, почему не идет. Ремонт уже дорогущий сделан. Этот уже менеджер там вот, как встречает девочка, которая клиентов уже посажена. Я говорю, у вас еще клиентов нет, вы зачем менеджера взяли? Ну, KPI ей мы уже прописали. Прежде чем о KPI говорить, вы модель бизнеса обсудите, какая у вас будет, вот что, что, как, куда расставить, а потом уже будем назначать KPI. Дальше идем, значит, как правило, среди клиентов что встречаю? Выбираем KPI, выбираем сложные KPI. Компания маленькая, а KPI сложные выбираются. Зачем? Если маленькая компания, у меня KPI, рост затрат, не допустить рост затрат, не допустить рост дебиторки, не допустить рост затаривания складов. Все, никакого больше KPI не надо. Ну, по выручке KPI, возможно, для менеджеров-продажников. Если речь идет о промышленном предприятии, о холдинге каком-то, там другие будут KPI, там материала емкость производства, там затрата емкость, еще что-то, что вот с процессом производства связано. То есть я к тому, что нельзя выбрать универсальный перечень KPI и сказать так, вот для продажников это это, для службы сбыта это это, для службы логистики это. Все зависит от этапа жизненного цикла. Этап зарождения бизнеса и младенчества, это когда вот вы только встаете на ноги, захватываете рынок, когда у вас первые денежные потоки появляются, а прибыли еще, возможно, как таковой нет, деньги уже живые какие-то есть, но на безубыточность и на уверенную прибыльность вы еще не вышли. Когда, значит, то вот густо, то пусто, но вот развиваетесь, еще не стали вы царем горы, еще не чувствуете себя уверенно в этой отрасли. В России, возможно, большинство бизнеса вот здесь вот топчется всю жизнь. Не факт, что вы до верха доберетесь, и это ничего страшного. Вот тут вот вечными детьми будете мы в России, живем мы не на западе, у нас не классическая клюшка вот этого жизненного цикла. Ну и стойте вы здесь себе в младенчестве, и все у нас тогда просто, контроль запасов, дебиторки, и чтоб со склада не воровали. А если вы у меня на этапе юности, конечно, масштабы очень сильно нарастили, и, следовательно, проблема открытия подразделений, как будем там контролировать людей, чтоб они с наших складов за наши деньги в свою пользу не торговали. Вот KPI, вот мне надо теперь сообразить, как мне вот для этих регионалов назначить вот какую-то контрольную точку, чтоб там не воровали. Когда вы вот здесь у меня на этапе стабильности, первым признаком, что вы вышли вот и, ну, некие такие застойные воды вокруг вас, то есть штиль, тихое море, нет особой динамики, нет особой динамики по выручке, по прибыли, все стабильно, хорошо, спокойно, золотой век жизни, все живут, дорогие корпоративы, высокие представительские затраты, а если с точки зрения финансов копнуть, разница между рентабельностью активов и затратами на капитал, она сокращается, может быть и затраты на капитал не растут, но рентабельность активов не увеличит эффективность их работы, она не увеличивается так сильно, как в молодые годы, вот эта разница, она сокращается, а по традиционным показателям еще все окей, прибыль положительная, налоги платим, у всех зарплаты вот такущие, все на мерседесы пересели, все, все это счастье на фирме, а с точки зрения финансов я вижу, что на этапе стабильности уже началось умирание, и если я сейчас, ну я и там вот управленческая команда, мы не придумаем ничего на основе, вот чего бы можно было рентабельность активов поднять, бизнес умрет, и финансы помогают посчитать, сколько лет осталось еще на стабильную жизнь, а самое главное, финдир должен собственнику ответить на вопрос, куда и как будем выводить деньги, вот там 5 или 6 лет у нас еще стабильности осталось, при условии, что нет внешних санкций, войн, революции, вот это вот я не беру во внимание, или там 3 года вот я по расчетам вижу, нам осталось, но ведь вот за 3 года плавно надо приземлиться, надо же не разбиться, и я понимаю, что мы дальше вот поднять этот бизнес, мы уже все из него отжали, все, что можно, например, отрасль в стагнации, у меня год назад была такая заказчица, это крупный холдинг по торговле стройматериалами, ей не прыгнуть выше головы, у нее рентабельность собственного капитала 3%, и больше не будет, и рентабельность активов им не поднять, потому что сети зашли в регион, и с Оби, и с Икеей, и кто у нас еще там стройматериалами, с Леруа Мерленом, ей объективно не потягаться, потому что там другие возможности, там другие ресурсы, понятно, сколько отведено на умирание бизнеса, вот на это скатывание сюда, задача финансов сделать так, чтобы собственник скатился безболезненно. Идем дальше, значит, какие показатели выбрать в качестве KPI? Ну вот что я видела по своему собственнику, выбирает выручку для менеджеров по продажам, замечательно, я говорю, так, давай, выручку с НДС или без? Он говорит, конечно, с НДС, я говорю, а с чего? С чего, говорю, выручка с НДС является KPI для продажников, перетопчутся, 18% снимай, я говорю, мы же их заплатим рано или поздно. Так, я говорю, а почему выручка-то? Вот в составе выручки у нас теперь немерено дебиторки. Вот то, что мы выросли и то, что случился кризис, у нас сейчас там дебиторка и затаренные склады. Я говорю, так, вот менеджеры твои это наделали, а теперь они хотят за 600 тысяч в месяц окладов, перетопчутся, я говорю, надо менять, то есть вот либо депримирование делать и не только выручку, а вот что-то там включать в состав какую-то еще компоненту. Дальше прибыль, если как KPI, какая прибыль? Прибыль у меня есть операционная, прибыль до уплаты процентов и налогов, налогооблагаемая, чистая, какую прибыль как KPI мы выставляем? Со слушателями смотрели предприятия, прибыль до налогообложения огромная, и за три последних года она растет, ну вернее там так, там было два года, три отчетных даты, но два года между ними, и прибыль выросла. И они говорят, смотрите, как хорошо прибыль выросла, я говорю, где хорошо, вы посмотрите, что за прибыль выросла. Операционная прибыль упала, а выросла прибыль за счет сальдо прочих доходов и расходов. Я говорю, это скорее всего разовые были доходы, которых потом не будет. Вы привязываете своих сотрудников к прибыли, например, до налогообложения, а это прибыль не операционная, это еще и левые деньги сидят. Нет, поэтому только к операционной прибыли, либо к чистой. Но тут тоже, видела я пример, зарплату Финдира привязали к чистой прибыли, 300 тысяч он в месяц получает. Это такой красавец, сам себе нравится, а у фирмы налоговых претензий на 46 миллионов. Почему? А потому что финдиректор заходил в бухгалтерию и говорил, Мария Ивановна, налог на прибыль должен быть вот таким. И Мария Ивановна делала налог на прибыль вот такой. А потом налоговая пришла и сказала, мы не согласны с вашими расчетами. Ну, ребята, чистая прибыль, это регулируемый показатель. Любой бухгалтер вам это скажет. Он может регулировать чистую прибыль за счет размера налогообложения. Можно разумно регулировать, а можно неразумно. Если вы зарплату Финдира привяжете к чистой прибыли, так он воздействует на этот показатель. У него бухгалтерия в подчинении. Они и нарисуют вам схему, когда чистая прибыль будет такая, как ему надо. Я не говорю, что это вот там злой гений этим финансовым директором руководил. Но так вот получилось, понимаете? Почему мы к чистой прибыли привязываемся? Почему бы не привязать эффективность Финдира в крупные компании к рентабельности собственного капитала? И пусть старается повысить эту рентабельность для собственника за счет оптимальной структуры капитала. Все, как учат буржуи в своих учебниках. Пусть, вот он учился, пусть теперь на практике отжимается. Почему я так эмоционально говорю? Потому что большинство финдиректоров, они ни за что получают свою зарплату. Вот они считают, что отношения с банком наладили, бумажки на овердрафт собрали, еще что-то сделали, проконтролировали дебиторов, кредиторов, и все, можно сидеть спокойно. Это может делать рядовой менеджер, или там, ну не совсем рядовой. Это можно внутри бухгалтерии как-то вот раскидать все. А финдир не это должен делать. Финдир должен для собственника сделать так, чтобы рентабельность активов все время росла. А если она падает, он собственнику должен сказать, глядя в свои расчеты, рентабельность активов упала на 15%, в том числе на 10% из-за сокращения рентабельности продаж, на 5% из-за сокращения оборачиваемости активов. Рентабельность продаж упала настолько-то, в том числе, потому что вот настолько-то выросли переменные, настолько-то постоянные затраты. За этими затратами, за их ростом стоят конкретные люди, и собственник понимает, кого примировать или депримировать. Оборачиваемость активов упала настолько-то, за этим падением стоят реальные люди. Иногда это вина людей, иногда это вина внешнего рынка, потому что оборачиваемость упала. И финанализ, и вообще все финансы, и финдир должен, вообще он нужен для того на предприятии, чтобы, глядя в свои расчеты, вот он эту картину мира нарисовал, и чтобы он ответил на вопрос, что будет, куда идти дальше. Если собственник дернул из оборотки полтора миллиона, финдир должен сказать, вот ты дернул полтора миллиона, значит мы на 22 дня должны ускориться по оборачиваемости активов, если ты хочешь выручку сохранить на прежнем уровне. А если ты не ускоришься на 22 дня по оборачиваемости активов, ты не получишь прежней выручки, ты получишь вот такую вот выручку, меньшую. Вот понимаешь, вот ты сейчас забираешь эти деньги, и вот что будет. Понятно, что мы на решение собственника поменять не можем, но мы можем объяснить, что за этим решением идет, и мы должны это объяснять. Если мы рентабельность выбираем в качестве KPI, у меня тут сразу 100 вопросов, какую рентабельность, продаж капитала, собственного капитала активов, если рентабельность активов, по какой прибыли мы ее будем считать. И это вот в каждом индивидуальном случае имеется аргументированный ответ на вопрос, по какой прибыли надо калькулировать рентабельность активов, чтобы закрепить тот или иной KPI. Особое внимание в кризис, период оборота дебиторской задолженности, кредиторской и запасом. Почему? Потому что дебиторка и запасы – это то, где у нас застряли деньги, и встали, и стоят, и никуда не уходят. И по идее в кризис можно отказаться от сложных KPI, перейти к более простым. Ну дай бог, чтобы деньги как можно быстрее из дебиторки опять нам возвращались живыми деньгами. И чтобы запасов не было сверхнормативных. Почему тут еще кредиторская задолженность указана? Потому что период ее оборота, он несколько облегчает жизнь предприятию. Например, период оборота кредиторки – 20 дней. Это значит, что 20 дней я могу не платить и получить отсрочку платежа. Мне не платят 40 дней, ну вот я хотя бы 20 кому-то могу не платить. Желательно, чтобы наоборот, чтобы я могла не платить 40, а мне только 20, и чтобы сразу все возвращалось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова